Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Алиев приблизился к финишу. Он признал утерю права. Тенденции современного мира свидетельствуют о том, что прав тот, за кем сила, заявил Алиев, открывая воинскую часть в Мингичаури. Алиев заявил, что международного права не существует, и сила определяет право. Фактически, Алиев цитирует Нжде, который говорил, что сила порождает право. Тут, конечно, есть место философской полемики. Но Алиев, безусловно, пребывает в другом месте, между Россией и Турцией, которым присоединяется и Иран. Об этом свидетельствует и интервью министра обороны Азербайджана. Алиев заявляет, что азербайджанская армия должна каждую минуту быть готова восстановить территориальную целостность. На деле в последнее время Алиев только и делает, что пытается хотя бы спасти территориальную целостность Азербайджана при новых глобальных трендах. Заявляя, что сила определяет право, Алиев признает отсутствие прав Азербайджана на Арцах с его освобожденными территориями. Именно на этом праве строилась вся его политика и переговорная логика четверть века. Армянская сторона вела переговоры в логике, которая прямо или косвенно фиксировала право Азербайджана на освобожденные территории, а вопрос самоопределения Арцаха превращала в предмет обсуждения. В этой логике Баку шаг за шагом пытался легитимизировать применение силы по принципу «сила исходит из права». Это и стало одном из международных обоснований апрельской войны. В ответ на апрельскую агрессию армянская армия нанесла первый удар по этому фундаменту. Второй удар нанесла бархатная революция, после которой армянская сторона начала процесс отвержения мадридских принципов и политику по восстановлению субъектности Арцаха. Эта политика сейчас облачена международной легитимностью, свидетельством чему заявление министра ИД Азербайджана о том, что международное право мешает ему силой решить арцахский конфликт. А при спонсорстве США армяне лишили его возможности осуществлять на передовой диверсии и политику человекоубийственного шантажа. Премьер-министр Никол Пашинян заявил на днях, что Азербайджан уже дважды оказывался на грани утери государственности из-за развязанных против Арцаха войн, намекая, что не произошло это только потому, что вопросы регионального статус-кво решались в логике русско-турецких договоров. Сейчас эта логика до факта нарушена, причем на уровне глобальной политики. Вот почему в логии новых мировых развитий ставится под сомнение само существование Азербайджана в его нынешнем виде. Если до сих пор это было нужно Турции и России, то сейчас не нужно даже им. Алиев грозит не Армении, он грозит глобальным актором региональной войной и катастрофой, пытаясь застраховаться от удела стать жертвой нового миропорядка. Это опасная ситуация, которая требует от Армении сверхбдительности, поскольку Алиев уже близится к финишу. Странные вещи происходят на армяно-турецкой границе. Турция собирается восстановить исторический мост Ани, мост шелкового пути на армяно-турецкой границе на реке Ахурян. Заявление поступило от Ахмета Арслана, бывшего министра транспорта, морских дел и коммуникаций Турции, а ныне члена парламента от Карса, сообщает Эрмани Хабер. В интервью турецким СМИ Арслан сообщил, что руины Ани очень важны для них, так как в 1064 году Ани была первой остановкой султана Алпар Слана в Анатолии. Одной из важных особенностей Ани является то, что город находится на шелковом пути. Город был столицей нескольких культур. Даст бог, будет восстановлен исторический мост через Ахурян, который блокирует шелковый путь и пересекает армяно-турецкую границу, цитирует турецкого депутата Эрмани Хабер. Депутат не сказал, было ли достигнуто соглашение с Арменией по этому вопросу. Примечательно, что на днях правительство Армении постановило выделить средства на ремонт дорог к границам Грузии и Турции. На эти средства будут проведены ремонтные работы на дорогах от турецкой границы к поселку Маркара, недалеко от города Армавир, на дороге от города Талин к поселку Каракерт и далее к турецкой границе. И, наконец, от города Ванадзор к Таширу и грузинской границе, поселок Привольное. Недавно Армения открыла для посещения село Харьков на том берегу Ахуряна. 24 апреля 2020 года в память о жертвах геноцида армян на границе с Турцией близ села Харьков-Ширакской области Армении установлен армянский триколор. Высота флагштока 24 метра. Размещены и хачкары. В декабре 2019 года появилась информация, что с 2020 года будет изменен режим доступа на территорию села Наршен Харьков, расположенного в непосредственной близости от древней армянской столицы города Ани. Все желающие смогут беспрепятственно попасть в приграничное село. Дополнительного разрешения больше не потребуется. Об этом сообщил губернатор Ширакской области Армении Тигран-Петросян. В село все эти годы Харьков был закрытой зоной, и туда можно было попасть только по пропуску российской пограничной службы. Но в этом году распоряжением Марспета-Ширака режим был ослаблен, будут проложены дороги, и люди могут ездить туда, чтобы увидеть Ани. Что происходит на армяно-турецкой границе? Зачем Турция хочет восстановить мост через Ахурян? Входит ли это в план действий, которые по распоряжению Эрдогана Анкара предпринимает для противостояния армянскому вопросу? Или Турция и Армения готовятся к тому, что в 2021 году Россия и Турция больше не продлят Карский и Московский договоры? У Армении и Турции нет договора о границах, и армянский вопрос, как говорит тюрколог Айк Габриэлян, висел домокловым мечом над Турцией и постепенно опускается. Москва молчит, и Турция готовится к самым разным сценариям. Армения в прошлом году фактически отбила у российских пограничников часть своей нынешней границы с Турцией. Сейчас Армения намерена отремонтировать дороги к границе Турции, а Анкара хочет восстановить мост через Ахурян. В 2008 году, когда Россия пыталась посредством футбольной дипломатии заставить Армению признать границу с Турцией. Москва даже приступила к ремонту железной дороги от Гюмри до турецкой границы. Но теперь Москве нечего делать на армяно-турецкой границе. Армен Саркисян на деле выразил свое несогласие – игра престолов. Просвещенная Армения не присоединилась к сбору подписей для обращения в Конституционный суд по поводу принятых парламентским большинством поправок в Конституцию. Напомним, 22 июня фракция «Мой шаг» внесла поправки в Конституцию, которые прекращают полномочия трех судей Конституционного суда и лишают Грайра Товмасяна полномочий председателя КС. Вроде все шло нормально, но неожиданно ночью, до второго чтения, было решено принять поправки и в Конституционный закон о регламенте парламента, согласно которому президент отныне не будет подписывать поправки в Конституцию, внесенные парламентом. Почему появилась необходимость в поправах в регламент? Понятно, что правящая сила проводила с президентом консультации и убеждала его подписать конституционные поправки. Однако, судя по всему, Армен Саркисян так и не согласился поставить подпись под этим документом и был избран компромиссный вариант – президент сам отказывается от своих прав. Вчера, опять же ночью, Армен Саркисян подписал поправки в регламент, тем самым лишив не только себя, но и всех будущих президентов право подписывать поправки в Конституцию. Таким образом, правящее большинство отныне обладает неограниченной властью для внесения поправок в Конституцию. Их невозможно обжаловать ни в Конституционном суде, ни у президента. В Армении, судя по всему, развивается политический рахит, когда большая голова отнимает всю энергию тела, которая становится все более хилым. Кто-то называет это конституционным переворотом, кто-то – окончательной победой революции. Но реально мы получили в стране несбалансированную власть, и если забыть о презумпции разумности и адекватности, то каждое утро мы можем стать свидетелями очередной поправки в Конституцию. Армен Саркисян, который понимает, что поправки в Конституцию – дело серьезное, и оно может обернуться бумерангом, отказался их подписывать, хотя они касались всего четвертых конкретных людей. Но зато он подписал поправки в регламент, которые упразднили механизм сдержек и противовесов, лишив права обжалования всех президентов. Вся эта история и ажиотаж, возможно, решат какие-то задачи. Граер Товмасян уйдет, придет Ваги Григорян, дело Кочаряна решится тем или иным образом. Но в итоге останется не очень красивая история. Представители власти будут называть ее филигранной операцией. Арарат Мирзаян сегодня выставил на свою страницу в Фейсбуке ссылку на «Игру престолов». Видимо, не кая, что именно происходит в Армении. Просвещенная Армения говорит, что не позволит большинству растаптывать конституцию. Процветающая Армения скажет, что во всем виноват Эдмон Марукян. Кто-то обрадуется, что назначенный Сержем Саркисяном Граер, Товмасян уйдет. Но в итоге мы получим обострение Рахита.